Чаще всего в невроз возвращаются люди, которые вышли из него благодаря отвлечениям. Многие говорят, что вот я увлекся чем-то другим, плюнул на это состояние и вышел. Но это всего лишь часть подхода к выздоровлению. Мышление свое, получается, вы не проработали, поэтому при малейшем стрессе вы попадаете в невроз снова. На возвращение в невроз может также повлиять гормональный фон, беременность, менопауза. Я всегда призываю проверять уровень железа. Гемоглобин, ферритин. Обязательно. Это очень мощно влияет на психику. Состояние щитовидной железы, хроническая усталость, хронический недосып, который предшествовал, между прочим, моей деперсонализации. Избегание проблем, которые вы так и не решаете в своей жизни. Например, отсутствие самореализации, неудачи в личной жизни, низкая самооценка, сложности в финансовой сфере, детская травма. Либо вы не меняете отношение к тем глубинным проблемам, которые по разным причинам вы действительно, на которые вы не можете повлиять. Масштабный стресс. Это может быть смерть родственника. В общем, что угодно, что вписывается в вашу картину масштабного стресса. Использование психостимулирующих продуктов и веществ. Сигареты, алкоголь, кальян, наркотики. Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья. Если есть какие-то глубинные личные проблемы, которые я перечислила выше. Допустим, личная жизнь, финансовые сложности. Если эта проблема существует, и вы не можете на нее повлиять, то, безусловно, к ней надо менять отношение. Потому что именно ваше внутреннее отношение к этой проблеме будет создавать это самое внутреннее напряжение, которое приведет к неврозу снова. Продолжение следует...